Ну что, ребят, как будем стену двигать через полчаса, вот эту? Закончили выгрузку во втором трюме. Дальше вид будет сверху. Закончили мы, значит, выгрузку второго трюма. Сейчас наша задача его переправить, разделить на два трюма. Вот подсоединили уже троса. И пользуем наш гендрикран. С двух сторон вот эти троса цепляем. Вытаскиваем пины, которых у нас четыре штуки. И двигаем в позицию четыре. Потом я, значит, закрываю кормовую часть. Потом, значит, отцепляем троса. Начинаю закрывать кормовую. И потом снова подцепляем троса. Цепляем по-новому. Вытаскиваем пины. И с той позиции двигаем дальше в шестую позицию. Короче, будет два лишних движения в этот раз. Сейчас позиция слишком далеко получилась. Все, я полез. Гендрикран. Он у меня уже включен, запущен. Вот так вот отсюда будет выглядеть моя задача. Проблема состоит в том, чтобы пины вытаскивались. То есть нужно немножко вперед-назад двигать. Иногда либо приподнять, либо примайнать. Вот и тогда поедем. О, у нас второй помощник, какой маленький в трюме. Высота здесь примерно, ну, с этой точки, где я стою, 14 метров. Достаточно высоко. Ну, все, сверху-то мы вытащили, сейчас только снизу остались. И поедем. Помчимся. Вот такой вот Амстердам открывается у нас. Красота. Параллельно народ готовится уже к замывке трюма. Шланг спускает вниз. Механики у нас масло. Штанг закатывают. Сегодня получили две тонны. Время ограничено. Чуть-чуть двигаем вперед, попросил. Окей, я с вами. Окей. Обязательно на рации, чтобы не было криков лишних. Все по рации спокойно, тихо, не спеша. Выполняется. Вот мы уже на минут 20 залипли. Снизу-то не получается отдать пин. А причина тому, что у нас дифферент большой на нос. Сейчас где-то около полутора-двух метров. Можно было бы экскаватором толкнуть, но у нас в носовую часть никак его не подгонишь. Так бы прижал и проблем бы не было. Так-то ожидать, когда сейчас у нас дифферент выровняется, нос подвыгрузят. И тогда задача будет решена. Так, теряем время, конечно. Есть, хорошо. Поснижем. Вроде все, наконец-то. Окей? Мы готовы. Окей, готовы. Поехали. Окей, я старт. Приподнял балхетину. Сейчас я буду страдать аккуратно. Все, поехали. Повезли нашу стену. Вот так вот это все происходит, ребят. Сейчас будем только снизу и уставить. Справа, слева и сверху. Немножко раскачалось, блин. Такая работа. Кто высоты боится, как бы не очень приятно. Мне так привычно уже. Не первый раз эту процедуру делаю. Неудобно. В одной руке камера. Надо вам еще что-то рассказывать. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Пин снизу. Снизу снизу ставим, потом сверху. Вот, капитан сказал, 4 пин снизу ставим. Там на двух пинах она нормально будет держаться, на верхней если поставим? Ну, я думаю, да. Все, главное, чтобы она касалась палубы. Давай сейчас на верхней поставим, посмотрим. Блядь, I don't understand what he is speaking. Translate from Mario language, I don't understand what he is saying. What need to move forward, back? Блядь, ну не русского поставили, блядь. Нахуй на пины, блядь. Рация есть, нахуй, рядом стоящего. Без пиздяю, блядь. Что, стабл сайд, окей? Ой, порт сайд. Окей. Ну, короче, вот такая вот у нас тут движуха, блядь. Инициаторы, как всегда, есть. Зачем нижний пины сайд, верхний достаточно. Ну, приказ есть приказ. Капитан сказал, начну отлевать. Сейчас они троса отсоединяют, я начинаю уже, я начинаю крышки закрывать корму, потом снова цепляем и двигаем ее дальше в следующую позицию. В принципе, я думаю, ребят, вам понятен. Не буду тут долго объяснять видео, получится слишком длинным. На всех судах примерно вот такой процесс одинаковый. Где-то есть и макгрегорские крышки, там цепляют именно к крышкам и уже двигают гидравит. Здесь вот такая система. Все, всем спасибо за просмотр, пока. Продолжение следует...